Девочки мои, всем большой-большой привет! Снимаю сегодня уже третье видео, хочу все-все-все успеть, все вам показать. В общем, в этом видео я покажу вам последний отчет. Давайте не будем заотрять внимание на том, каким это будет отчет, потому что я знаю, что я начала эту работу в конце августа. И это вообще ужасно, потому что я знаю свои темпы, и вот сейчас у меня все зависло с этой работой, моей любимой в кавычках, на которой я больше не работаю. Об этой истории я вам расскажу как-нибудь потом, а может быть вообще не расскажу, потому что не хочется лишнего негатива рассказывать таким прекрасным людям, как вы. Ну и давайте приступим, наверное, к моему отчету. Не помню я, что было в тот момент, когда было снято последнее видео. Могу лишь предположить то, что было вот так вот сделано. И, честно говоря, наверное, вот здесь вот не было сделано полукреста. Ну, в общем, сейчас, я здесь даже вот еще не позачеркивала, сейчас вы видите, что у меня вышито вот здесь все, вот здесь, вот здесь, вот так, вот, вот так, вот этот весь полукрест. Вот, ну и давайте же посмотрим, наверное, сейчас я отцеплю. Опа! Вот так вот это, девочки, выглядит. Вышивала я это на работе. Начала, по-моему, отсюда вышивать, вот они полукрестики пошли. Потом я, было очень мало народу, я сидела, вышивала, пока народу не было. И вот, начала я вышивать отсюда полукрест, полукрест, пошла наверх. И вот за несколько дней я сделала вот такой вот кусок. То есть, что остается вышить? Как я понимаю, остается, остается вышить только вот ежа и зелень. Я понимаю, что это вообще быстро-быстро для меня все. Если хорошо посидеть, то это буквально два дня, ну, может быть, три. Вот, и все это будет готово. Но как-то вот сейчас, пока... Я вот думаю, вы мне подскажите, как мне сделать лучше? Просто в чем суть? В том, что если я сейчас закончу ежиков, они у меня уже будут готовы, да? То есть, от быстрого к долгому. Если я сейчас заканчиваю ежиков, то получается, что потом я постараюсь себя как-то организовать так, чтобы закончить туканов и ничего больше не начинать. Но боюсь, что у меня это не получится опять. Ну, в общем, тогда я очень жду ваших видео. И сегодня тогда я постараюсь повышивать еще максимально тукана. Я очень жду ваших комментариев на тему того, как мне сделать. Что мне начать доделывать в первую очередь. Скорее всего, конечно, я начну ежиков, но я очень хочу прислушаться к вашему мнению, как мне сделать лучше. Потому что все застоялось, все меня ужасно бесит. Вот. Единственное, сейчас я сниму для вас еще одно видео по поводу своей алмазной мозаики. Я думаю, вам тоже интересно, что с ней там происходит. Происходит продвижение. Могу сказать радостную новость для себя, наверное, для вас. Продвижение происходит. Но, соответственно, когда происходит продвижение в алмазной мозаике, висит в воздухе тукан и ежи. Поэтому надо, извиняюсь, наверстывать упущенное. Хочу показать вам елку. Такая вот елка классная. Вот такая вот елка. Красивая такая переливается. А вот там вот у нас еще звезда. А вот там вот у нас еще гирлянды. Это я украсила дом. Потому что очень обидно мне было последние дни. Очень противно. Очень неприятно изо всех ситуаций, которые со мной произошли. И хотелось какого-то праздничка. Сейчас покажу вам еще. Вот такой вот я купила себе фонарик новогодний. Вот так вот он блестит классно. Переливается. Вот это Новый год. Вот так вот. Ладно, девочки мои любимые, спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что вы послушали мой «Бред, не бред». Сейчас я повышеваю. Очень жду ваших комментариев по поводу того, что мне первое начать заканчивать. Вот так вот. И я вас очень люблю. Сейчас сниму для вас еще одно видео. Пока-пока. Пока-пока.